Привет! Приветствую вас, драгоценные друзья, в прямом эфире. Я Максимов Максим. Сегодня у меня будет интересная тема, и потому что у меня интересный гость. Хочу пригласить всех вас присоединиться к нашей интернет-общине Дом Веры. В Доме Веры мы всегда будем рады укреплять вас в вере, вдохновлять, поднимать, вдохновлять вас, чтобы вы укреплялись. У нас уже много людей являются нашими прихожанами, нашей интернет-общиной. И мы хотим, чтобы вы приняли активное участие в распространении Евангелия вместе с нами. Сегодня у меня в гостях потрясающий человек, мой старый друг, ну не такой старый, но друг, давний друг, пастор Юрий Коновалов. Юрий, еще раз приветствую тебя. Шалом, шалом, шалом. Ну что ж, сегодня у нас тема. Да, очень важная. О молитве. Молитва. Аминь. Я, наверное, положу основания, ну поприветствую наших зрителей. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Замечательная возможность сегодня поговорить о важнейших вещах в жизни каждого верующего человека. Это фундамент, на котором нельзя экономить. Можно экономить, уже построив дом на каких-то занавесочках. Да, на внутренней отделке. Но если ты сэкономил на фундаменте, ты сделал глупую ошибку. На фундаменте не экономим. Ошибка и так глупая. Ты сделал великую ошибку. Да, величайшую. Величайшую, огромную ошибку. Поэтому молитва и Слово Божье это фундамент для нашей повседневной жизни. Пастор, я страдаю от зла. Меня преследуют, мучают. Зло меня мучает. Злостраждет ли кто из вас? Давайте откроем Якова пятую главу. Якова пятая глава, это Новый Завет. Якова пятая глава, это сразу же после Евангелия. А, нет, это сейчас в Новых Библиях, сейчас в конце сделали Якова. Знаешь, туда наконец принесли. Якова пятая глава и тринадцатый стих. Написано так. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Итак, начнем с фундаментальной истины. Злостраждет. Страдает ли кто из вас? Это не то, что ты распсиховался. Хотя, множество, и это тоже помогает. Я видел людей, которые, когда разозлились, начинают молиться. Будь благословен на Иисуса. Это как типа, чтобы ты сдох. Но только красивыми словами. Это не в этом смысле сказано. Но по-любому, если кто-то переживает притеснение, гонение. Злые страдания. Злые страдания. Ну да, вообще-то они всегда злые. Но какой-то пресс, да? Да, давление со всех сторон. Тогда молитесь. Это условие. Это рецепт. Это рецепт. Ну знаете как, это рецепт для успешной жизни. Конечно. Чтобы пройти эти сезоны страданий. И знаете, это на самом деле так просто. Но так необходимо. Потому что часто люди ищут какую-то формулу. Как выйти из проблемы. Как решить все обстоятельства и изменить их в лучшую сторону. Я помню одну историю, когда к Давиду Янгичу, пастору самой большой церкви, которая есть на сегодняшний день в мире. Подошла одна женщина и говорит. Пастор Давид, расскажите, пожалуйста, секрет вашего успеха. Вот вы такой известный, популярный, влиятельный человек. У вас огромное влияние и служение. Пожалуйста, поделитесь тайной. В чем секрет вашего успеха? Он посмотрел на нее и сказал. Знаете, все очень просто. Молитва и Слово Божье. Она усмехнулась и говорит. Пастор, ну ладно, это же вы не на кафедре. Ну скажите, по-настоящему. В чем секрет вашего успеха? Я знаю, как он отвечал. Он так и кореец отвечает. Включите камеру. Он так и отвечает. Молиться надо. Молиться надо. Надо молиться. Если вам не нравится рецепт Молитва и Слово Божье, я его изменю. Слово Божье и Молитва. Других вещей просто не существует. Мы часто, как люди, усложняем. Нам надо куда-то поехать, чтобы кто-то помолился. Итак, корейский рецепт успеха. Да. Молиться надо. Основанный на... Однако надо молиться. Якова 5 главе. Да. Молись, молись и еще раз молись. Если говорить о Якова 5 главе, здесь мы будем ее читать, но болен ли кто из вас? Пусть помолятся над ним. 14 стих. 5 глава, 14 стих. Якова 5, 14. Болен ли кто из вас? Позовите пресвятеров в церкви и пусть помолятся над ним. 15 стих. Молитва веры исцелит болеющего. И признавать друг перед другом поступках, чтобы стелиться. И много может, в следующей 16, много может усиленная молитва. Не просто молитва. Усиленная. Что-то, что-то такие? Ну это такое, что... Ну давай, батька, не разумею трошки. Что когда не просто ты для галочки молишься, а когда ты взываешь к Богу. Когда ты от всего сердца. Громкость? Нужно громче молиться? Я думаю, здесь есть разные, разные... Или давить вы так надо? Анна когда-то вообще молча молилась. Шептала, написано. У нее не было детей. Она шептала. И священник подумал, что она пьяная. Она говорит, что ты пришла в храм Божий в алкогольном состоянии. Опьянение. Уходи отсюда. Но это был громкий голос ее жажды. Молитва праведного творит чудеса. И ничего с тех пор не изменилось. Со времен Ильи, здесь дальше Виакова пастор Максим скажет, что написано, что Илья был подобный нам человек. В нем не было никакого отличия между мною и вами. Пастор, давай ты прочитай и прокомментируй. Потому что ты проповедовал на эту тему. Я сейчас Библию вот так подам. Окей. И вот у меня такая огромная Библия. Видишь, у великих проповедников еликая, огромная Библия. Аминь. 17 стих. Пастор Максим Дашов. Иакова, 5 глава. Надо можно как бы сверху взять и вот так прочитать все послание. Вообще все. Да, ну вот. Окей. Начинать с 13 стиха. А злостражит ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Послание к верующим, не к неверующим. Это 14 стих, пожалуйста. 5 глава, 14 стих. Следите. Пусть призовет пресвятеров в церкви. Пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. Восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках. И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Ибо много может усиленная молитва праведного. Илья был человек подобный нам. И молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился. И небо дало дождь. И земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. В чем здесь грех верующего человека? То, что он перестает молиться. И сам на себя навлекает множество проблем. Когда мы читаем это местописание, друзья, я не знаю. Это настолько важнейшая подсказка, которая сегодня, к сожалению, утеряна нами, христианами 21 века. Я не обобщаю всех, но есть люди, которые сегодня смотрят эту программу. И знаете, в чем сегодня вы не правы перед Богом и перед самим собой? Что вы перестали молиться. Потому что дьявол обманул и он сделал молитву чем-то неважным, второстепенным для вашей жизни. А приоритетные вещи, они как бы ушли на задний план. Я верю, что сегодня вам надо вернуться в правильное положение перед Богом. Для многих молитва стала ритуалом. Она стала таким традиционным явлением, когда в нашей традиции молятся тихо или громко, или с косынкой, или без косынки. В нашей традиции молятся поднимая руки или не поднимая. И мы стали традицию, форму молитвы делать религиозным культом, действием. Когда суть молитвы ушла. Молитва это не просто пафосное произношение слов и речей. Молитва это реальный разговор с Богом. Поэтому происходит катастрофа, когда люди вдруг перестают по-настоящему молиться. А у них осталась традиция, но не осталось молитвы. Поэтому я вдохновляю нас. И о чем пастор Юрий говорит, нам нужна молитва. Нам нужна молитва, потому что в этот момент что-то важное происходит. Я хочу сейчас одно местописание пастор Максим прочитать. Это потрясающая подсказка, еще очередная для нас. Это книга псалмов. Знаете, Давид, царь Давид, помазанник Бога, человек по сердцу Бога. Проходил очень много в своей жизни сложных ситуаций. Сезоны, когда его жизнь висела на волоске. Карательные отряды Саула, разные неприятности, неоднократное попадание в плен к разным язычникам. Филистимлянам, Амаликитянам. И многие-многие, ненавидящие его, так и жаждали, чтобы он упал, чтобы он оказался на лопатках, чтобы проблемы его задушили. И вот очередной псалом, рожденный в его сердце, псалом, когда он находится в удалении, как голубица. Так начинается 55-й псалом. Я как голубица, безмолвствующая в удалении. И написано, когда этот псалом родился в сердце Давида, когда филистимляне захватили его в плен в Гефе. И здесь перечисляется его страдания, его ситуация. Но с целью экономии времени я не буду читать, хотя вам советую с 1 по 9 стих прочитать описанные вот эти вот все стесненные обстоятельства. Но ключевой момент, 10 стих, запомните 55-й псалом, 10 стих, здесь написано. Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. И от этого я узнаю, что Бог за меня. Вдумайтесь, вот все так плохо, все так ужасно, все так печально. Но как только говорит Давид, я взываю к тебе, я молюсь к тебе, Боже, великий, сильный, всемогущий. В этот момент враги мои поворачиваются спиной и начинают уходить от меня. Какими бы злыми, коварными они не были, Бог начинает что-то делать по моей молитве. Послушайте, не подсказка ли это для нас, дорогие братья и сестры? Когда мы взываем к Богу наши враги, болезни, финансовые трудности, обстоятельства, семейные, какие-то вещи, которые нам не дают жизни, они начинают уходить от нас. И Давид говорит, от этого я узнаю, от этого я узнаю, что Бог за меня, Бог за нас. Он сына своего не пожалел, Он отдал все для нас. Нам осталось только молиться и верить. Пастор Максим. Когда мы открываем свои уста и обращаемся к Господу, происходит что-то очень важное. Происходит движение в духовном мире. Молитва – это маяк. Давай так скажем, корабли идут и видят маяк, и идут в сторону маяка, если им нужно туда к порту приплыть. Рядом с портами всегда есть маяки, которые обозначают морякам во время шторма, во время ненасти, куда плыть, в каком направлении держать. Молитва христиан – это маяк для ангелов, для силы Божьей. Маяк, куда будет идти благословение. Бог ищет молящийся. Помните историю Даниила? Ты помнишь эту историю? Конечно. Расскажи в двух словах нашим зрителям, что там произошло. Там потрясающе вообще. Вообще книга Даниила – это потрясающие подсказки тоже для нас, потому что, несмотря на свою загруженность, занятость, он, будучи премьер-министром страны, находил время для молитвы. Трижды он открывал окна в сторону Иерусалима, становился на колени и молился к Богу. Молился о себе, о том, чтобы удержать то, что он имеет. Знаете, многие люди, к сожалению, христиане молятся до тех пор, пока не получат что-то в жизни. И вот исцеление произошло, вот финансы пришли, вот замуж вышла, женился, машину купил. И вдруг они говорят, ну все, цель достигнута. Нет, друзья, еще больше нужно молиться нам, чтобы удержать эти благословения в жизни. И вот представьте, Даниил, премьер-министр, он уже достиг жизни, он был пленником, он был никем в этой жизни. Бог сделал чудо, он стал величайшим человеком, влиятельным человеком. Но он не переставал молиться. Почему? Потому что нам нельзя остановиться в молитве. Нам надо взять все, что по праву нам принадлежит. И все, что мы вымолим, это будет в нашей жизни. Есть такая страшная пословица или поговорка в народе. Если хочешь помолиться, ляжь, поспи, и все пройдет. Это дьявол усыпляет нашу христианскую бдительность. Нам нельзя, помните, как написано в Исаии, О вы, напоминающая Господи, не умолкайте, доколе Он не сделает Иерусалима славою на земле. То есть напоминать о Боге, молиться Богу, верить в Бога, провозглашать Его Слово до тех пор, пока не проявится каждое благословение в нашей жизни. Самое главное, успех в нашей земной жизни, это прийти на небо. Прийти к тому, кому мы всю свою жизнь молимся, в кого мы верим и кого мы благословляем. Нашего великого Бога. Аминь. Нет, эта пословица, если хочешь помолиться, ляжь, поспи, и все пройдет. Знаете, Даниил, он молился с открытыми окнами, и атака была на молитву. Они не хотели, чтобы он молился. Сто процентов. Эти все бесы, они не хотят, чтобы ты молился. И они заговор устраивают. И Даниил в альвиновом рву оказался не по причине того, что он там гуманитаркой занимался, а из-за того, что он молился. Да. Из-за его молитвенной жизни. И когда он молился, 21 день, 21 день, по-моему, там молился, да? Да, 21 день, постился и молился. Кстати, молитва усиливается постом, да? Да, очень сильно остановит. Это как ядерное оружие. Пришел ангел и сказал, что в первый день, когда ты начал молиться, я был послан к тебе. Да. Но, и вот здесь маленькое но. Почему он не мог прийти к нему 21 день с посланием? Потому что бесы, там кто, князь какой-то персидский, какие-то бесяры, духовные восстали против Гавриила, чтобы он не пришел к Даниилу. И пришел Миша. Миша всегда приходит на помощь. Да. В Одессе сейчас Миша пришел довольно. Архангел Михаил. Миша пришел. С причем. Да. И он помогал сражаться с бесами. И Гаврил смог пройти. О чем это нам говорит? О том, что Бог дает ответ. Но ответ не всегда приходит по причине того, что он продолжал молиться. Если бы он прекратил молиться... Все. Все. Знаете, Бог испытывает иногда наше терпение и настойчивость. Потому что постоянство в молитве – это ключевой фактор. Знаете, многие люди один раз помолились, ничего не произошло. Они говорят, пастор, не работает. 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 И еще раз говорю, работает. Просто есть действительно что-то, что Бог испытывает в нас. Постоянство в молитве. Я из тех людей, которые понимают лично так, что-то о молитве. Один раз ты можешь попросить, и не надо то же самое тлдычить Господу. Все остальные разы просто благодари за грядущий ответ. Вот запомните, у Бога нет проблем с памятью, чтобы постоянно ему что-то рассказывать одно и то же. Нет. Один раз с верой помолись, один раз призови присвятеров, пусть они не просто деньги тебе дадут на лекарства. Нет. Написано, помажут елеем во имя Господне, возложат руки на больное место, на больную какую-то сферу твоей жизни. И с этого момента просто благодари, что Бог уже услышал и послал свой ответ. Как было в жизни Данила. Он с первого раза помолился, но 20 дней он просто вероятнее всего говорил, Господь, благодарю тебя, что идет твоя помощь в мою жизнь, твои благословения, и я буду видеть своими глазами все то, что ты послал мне в первый же день моего взывания к тебе. Одна женщина подошла ко мне, пастор Юрий. И здесь я как бы не совсем пойду в эту линию, которую ты сказал, но она подошла и сказала, я пять лет благодарю. Я говорю, чего? Она говорит, ну вот пастор Копланд сказал, нужно благодарить. Как помолился один раз по вере, потом благодаришь. Говорит, а я говорю, вы получили? Говорит, нет, ничего не получил. Она говорит, а можно мне еще раз попросить? Я говорю, почему вы так спрашиваете? Она говорит, ну я пять лет благодарю, не получил. Говорит, может быть, надо как-то попросить еще раз. И она из-за вот этих, у него в книжке, это и так же, в передачах он говорил, что нужно просить, а потом благодарить. И он говорит, благодарю, пока не получишь. И я ей сказал, дорогая, да ты можешь попросить и снова начать благодарить. Можешь каждую неделю просить, если за неделю не получилось, снова попроси. Правил, фактически нет такого правила, что ты должен так молиться. Один из методов хороший, ты просишь по вере и потом благодаришь. Но если ты просишь, просите. Но молитва, это же не только прошение. Молитва, это не только благодарение. Молитва, это диалог с Богом. Молитва, это когда ты с Богом общаешься. То есть, когда мы превращаем молитву только в попрошайничество или эффективного вымаливания ответов от Бога. В выкручивание рук. Да. То есть, трясти с небес, потрясти, чтобы с неба скатилось что-нибудь со стола после землетрясения. Я был в одной церкви, пастор сказал, будем трясти небеса. Я говорю, чего трясти? Он говорит, будем небо трясти, чтобы нам оттуда спустилось, свалилось что-нибудь. Я говорю, ой-ой-ой, будь осторожен. Трясуны. Трясуны, да. И некоторые думают, что если он трясти руками будет во время молитвы, то что-то стрясет. Но некоторые стрясывают. Почему-то получается. Но, когда мы говорим о молитве, молитва, это не только прошение. Молитва, это разговор с Богом. Аминь. И я настоятельно рекомендую вам посмотреть на отношения с Богом, молитвенные отношения с Богом, как на диалог с царем царей. Аминь. Пастор, расскажи нам больше об этом. Вы знаете, Бог, Он создал человека, и написано, Он вдохнул дыхание жизни. И вот это дыхание, это Дух Святой, который пришел в жизнь. И написано, что человек стал душою живою. То есть, вот это дыхание жизни, которое было в Адаме и Еве, оно сохраняется в момент, когда мы молимся, мы как бы опять подсоединяемся к Богу. Потому что в результате грехопадения была выстроена эта стена, которая разделила Адама с Богом. И Адам после грехопадения и потомки Адама, они постоянно как бы генетически помнят вот эту радость общения с Творцом. Они в молитве, когда мы стоим, пребываем, мы как бы наслаждаемся и переживаем какие-то неописуемые вещи в сердце, в душе. Тебе кажется, что ты уже в параллельном мире находишься, где нету слез, где нету страданий, где нету обиды, разочарования, где нету зла, где нету дьявола и всех этих факторов, которые портят нашу земную жизнь. Поэтому, знаете, вот на этих вещах не стоит экономить, потому что как бы мы хотим прожить красиво, потому что жизнь дана однажды каждому из нас. Но для того, чтобы была полнота радости пред лицом его, нам нужно почаще соединяться с Богом. И вот здесь нету каких-то определенных рецептов, каких-то определенных, как бы, вот, знаете, религиозных убеждений. Я всегда говорю, молитва, это как, ну, если можно так сравнить, как картофель, из которого можно изготовить сотни разных продуктов. Можно сделать картошку фри, печеную, пюре, там, я не знаю, там, разные-разные-разные кулинарные шедевры. И также молитва, она может быть индивидуальная, она может быть ночная, она может быть коллективная, она может быть утренняя, когда ты просыпаешься и не залазишь в интернет, поклоняться Богу интернета. Что там написали в соцсетях обо мне, какие фотографии лайковали, какие не лайковали. Это поклонение, это то, что уделяет твое время больше всего, да, ты уделяешь свое время. Но помолиться к Богу, предстать пред Ним, попросить милости, благословения. И весь твой день будет наполнен радостью, победой и счастьем. Поэтому вот такие важнейшие вещи, о которых мы сегодня говорим, они, к сожалению, утратили для некоторых из нас, дорогие братья и сестры, христиане 21 века, актуальность. Потому что люди недопонимают важность молитвы и общения с Богом. Пастор Максим, мне так нравится, что сегодня вот есть на этой земле одна нация, южнокорейцы, да, которые вот настолько вымаливают. У них там молитвенная гора даже есть. Да, горы. Они много молятся. Одна семья южнокорейских христиан, они говорят, мы так ждем отпуск. Мы так работаем, трудимся 12 месяцев в году, чтобы получить 2-3 недели отпускных дней. Я думаю, ну, наверное, хотят поехать на Гавайи, где-то Майами, где-то оторваться, отдохнуть. Говорит, нет, для того, чтобы поехать с семьей на молитвенную гору. Я думаю, боже мой, насколько люди оценивают важность и значение молитвы. Работать, пахать целый год, чтобы, получив отпуск, поехать на молитвенную гору с семьей, с детьми в присутствие Божье. Это, к сожалению, нам, славянам, не очень открыто, к сожалению. Но мы просто делаем неправильные вещи, если экономим на самом важном, на молитве. Никогда не экономим на фундаменте. Много может усиленная молитва праведного. Давайте начнем с того, что молитва должна быть усиленной, а вы должны быть праведными. Что такое праведный, пастор? Праведность – это правильное положение перед Богом. Если так, в двух словах, в определениях. Когда человек старается жить свято, когда он очищает свою душу через причастие, хлебопреломление, когда мы, делающие несовершенные поступки, можем опять прийти в Божье присутствие. Через покаяние, через кровь Иисуса, которая очищает и омывает наши жизни, наши сердца. Праведник дотворит правду. Да. Дотворит правильные вещи. Дотворит правду еще. Нечестивый дотворит нечестье еще. Так заканчивается 22 глава книги Откровения. Поэтому мы несовершенны. Смотрите, праведный и совершенный – это разные вещи. Нет совершенных людей на этой земле. Мы оправдываемся перед Богом кровью праведного Сына, Божьего Иисуса Христа. Поэтому, когда праведный, нечестивых Бог не слышит. В книге Псалом столько написано, что молитва нечестивых – мерзость перед Богом. Бог не к ней реагирует. Знаете, Бог не отвечает тем, чье сердце наполнено эгоизмом, какой-то грязью. Но праведных Господь слышит. И Библия говорит, много скорбей у праведного, Псалом 33, 20. Но от всех их избавит его Господь. Почему? Потому что праведный может прийти к Богу в любой ситуации, в любом состоянии сердца, попросить. И Бог обязательно отреагирует. Небеса реагируют. Слава Господу, драгоценные. Настолько важны эта тема, которую мы поднимаем. Молитва – это вообще наша, давайте так скажем, это наша любовь, это наш интим, это наша война. Молитва же – это же не всегда разговор с Богом. Иногда молитвенно мы запрещаем дьяволу. Иногда молитвенно мы связываем дела дьявола, разрушаем. Молитва может нести функцию разрушения, планов и стратегии дьявола. Это не только любовная, интимная близость с небесами. Молитва – это прошение. Некоторые люди взяли 90%, в 99% времени молитву превратили в прошение. И связали молитву с таким попрошайничеством. В действительности, это должна быть всего лишь небольшая часть попрошайничества. В конце. В конце. Запомнилось. Да, даже как начинается молитва, вообще модель молитвы, по какой модели строится, очень наша. Вспомните, с чего начинается молитва? Говорит про Отца, говорит про Бога. Отче наш, сущий на небесах. Дальше. Да святится имя Твое. То есть нужно говорить об Его имени. Да придет царствие, молится о царствии. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. И вот дальше уже там начинаются личные нужды. Хлеб, да лукавые, да все дела. Когда молитва начинается, всегда начинайте молитву с Бога, с прославления, с хвалы. Начинайте не с просьбы. Да. И когда мы связываем дьявола, это тоже нужна такая молитва. Но если вы только связываете дьявола, я видел церкви, где они, давайте помолимся. Ну что вы орете? Они говорят, ну дьявола связываем. Я говорю, ну давайте помолимся вначале Богу. Он говорит, ну мы... Хватит, по ним связывай. Один сказал, мы, говорит, дьявола пугаем громкой молитвой. Хватит, ворлом не возьмешь, сатану. Нужен духовный авторитет и нужно, чтобы Бог... Как смотрите, мы говорим, от этого я узнаю, что Бог за меня. Не от того, что я могу противостоять своим врагам. Давид говорит, мне нужно Божье присутствие. Все, почему я взываю, или как бы цель моя, мотивация, чтобы Бог пришел ко мне и начал за меня сражаться с моими врагами. Потому что мои силы человеческие, они ограничены, лимитированы. Я не могу противостоять без Бога моим врагам. Но когда Бог за меня, что сделает мне человек? Ничего. Что сделает мне дьявол? Ничего. Бог просто парализует его. Потому что он пойдет за меня. И это сражение, это битва Господа за мою жизнь, за твою жизнь. Поэтому ищите Бога. Всем сердцем, всей душой. Потому что если он будет с вами, ни один враг не устоит перед вами. Все враги падут к подножию ног его. Не к нашим ногам, а к ног его. И Господь, он просто ждет нас в тайной комнате. Чтобы мы могли наслаждаться его присутствием. И когда приходит Божий мир, когда приходит Господь, все враги просто становятся карликами. Все эти огромные голиафы становятся лилипутами, которые не могут противостоять нам в нашей жизни. Аминь. Ну что ж, драгоценный, мы говорим с вами сегодня о молитве. Молитва. Есть разные ключи, есть разные секреты. Есть разные моменты. И мы с удовольствием будем молиться сегодня за вас. У нас остается буквально несколько минут, 7 минут остается. Мы помолимся за вас, чтобы Бог благословил. Мы будем просить у Бога о вас, ходатайствовать о вас. Не о себе будем молиться, но о вас. И верим, что Божья сила проявится, Божье помазание проявится. В молитве нужна вера. Если скажешь горе сей. Вы знаете, что сказать горе, это молитва. Молитва не только к Богу, не только к дьяволу, еще к горам. Иногда мы молитвенно можем обращаться не к Богу, а к горе. Гора. Что гора? Это проблемы, это трудности. Это твоя, у каждого своя гора. Аминь. И не усомнится в сердце своем, что будет по его словам, то тогда она поднимется и вернется в море. То есть все начинается вот с этой уверенности. Я верю, что Бог мне поможет преодолеть. Я верю, что Бог дает мне силу. Я знаю, что у меня получится. Аминь. Аминь. Да. Вот. Поэтому вот я как бы к вам обращаюсь, стучусь к вам, дорогие. Мы сейчас будем молиться, давайте встанем, верим и будем ожидать чудес от Господа. Будем ожидать, что Бог проявит свою мышцу, свою силу над вами, что Бог откроет и зальет на вас во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас и говорю благословение над вами. Да, Господь. Во имя Иисуса Христа. Бог да благословит вас. Пастырь Юрий, давайте начинайте молиться за людей, за исцеление. Молитесь и провозглашайте в их жизнях победу. Господь, мы приходим к тебе в этой молитве. Аллилуйя. Господь, мы ищем твоего лица и говорим, что ты Бог всемогущий. Нет подобного тебе. Мы восхваляем тебя за твое величие, за твою сильную крепкую мышцу, которая не сократилась, чтобы спасать. И твоя воля, чтобы твои дети, твой народ были успешными, побеждающими в каждом дне своей жизни. Отец, мы благодарим тебя, что сегодня мы вместе подвязаемся в вере о том, что воля Божья пусть свершается в жизни каждого драгоценного телезрителя. Наши братья и сестры по всему лицу земли, по всему миру пусть войдут в полноту своего призвания и служения Господу. Отец, мы благодарим тебя, что кровью Агнца и словом своего свидетельства мы побеждаем наших врагов. Дьявол не может стоять на нашей дороге, когда армия Божья с Божьим присутствием двигается вперед к обетованной земле. Мы благословляем сегодня и верим, что прямо сейчас ты исцеляешь больных людей. Прямо сейчас происходят чудеса. Там кто-то встает с постели, который был парализован. Кто-то сейчас получает Божью помощь, глаза слепых открываются, уши глухих начинают слышать, хромые скачут как олени. Бог двигается по молитве святых сегодня, потому что она творит чудеса. Боже, спасибо тебе, что ты с нами, что ты никогда нас не оставишь и не покинешь, что ты никогда не уйдешь от нас, но мы будем дорожить твоим присутствием. И с тобою мы побеждаем любого врага. И мы говорим, гора, ты равнина, ты равнина, мы повелеваем любой горе, которая стоит перед нами, подняться и быть ввергнутой из нашего пути. Потому что Господь идет с нами. Он наша победа, Он наше знамя. Его сила творит чудеса в жизни каждого драгоценного человека. Во имя Иисуса Христа, Господь, я присоединяюсь к этой молитве, и я провозглашаю победу Господа над вашей жизнью. Да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да поддержит вас Господь, да даст вам силы все преодолевшие устоять. Во имя Иисуса Христа, говорим благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем аминь. Аминь, аминь. Мы молимся за вас и благословляем именем Иисуса Христа. Да откроет Господь окна небес над вами и благословит вас. Пастор Юрий, спасибо за ваше участие. Пусть Бог благословит вас. Продолжайте молиться. Я обращаюсь к нашим друзьям, зрителям. Дорогие мои, драгоценные мои. Камеру можно переключить. Мой сынок сейчас работает, младший. Молодец. Пусть Бог благословит вас обильно. Молитесь. Много может усиленная молитва. Много может молитва верующего человека, праведника. Я верю, что вы сможете много сделать. Пусть Божья благодать и благословение пребудут с вами. Пусть Бог направит вас на пути свои. Пускай Бог даст умножение. Благодарю вас за ваше участие, за ваше партнерство, за вашу поддержку христианского телевидения, Дома веры, вашего участия. Благословляю вас. Я искренне перед Господом хожу перед вами и перед Ним. И каждый день здесь, кроме субботы и понедельника, мы с вами в прямом эфире. Поэтому всегда рад вас видеть здесь в эфире. Если вы хотите поддержать нас, пройдите на сайт домверы.ру. Вот он сейчас перед вами. И сделайте это прямо сейчас. Пусть Бог благословит вас, хранит вас. Встретимся завтра в прямом эфире. И будем вместе продолжать изучать Писание. Да пребудет с вами Господь и благословение Божие. Сегодня с вами был Максим Юрый Коновалов. Максим Максимов Юрый Коновалов. И мы знаем, что в вашей жизни многое изменится по молитве. Хранит вас Господь. Держитесь за Бога. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры подогнал «Симон»!